Конкурс «Самый классный класс» длится уже 8 месяцев. Все это время учителя демонстрировали судьям авторские системы воспитательной работы в классе, а ребята проявляли себя с творческой стороны. В итоге до финала дошли сильнейшие, среди которых и 10-й А класс 25-й Адлерской школы. У меня очень талантливые дети. Очень талантливые дети. И, честно говоря, они всегда все делают по максимуму. По максимуму учатся, по максимуму празднуют, по максимуму отдают себя. Я всегда говорю, самое главное – это не навреди и дай ребятам то, что они хотят. Еще есть одна формула – нет ничего невозможного. В этом мире можно всего добиться, если ты хочешь. И если за твоей спиной вот такой дружный, активный, креативный класс. Сегодня свою формулу успеха конкурсанты продемонстрировали на сцене. Визитная карточка, мастер-классы, интерактивная игра. То, как ученики и классные руководители проявили себя в этих финальных номинациях и стало решающим фактором для судей. Сплоченность в классном коллективе, позиция учителя как партнера, помощника, друга. Я процитирую замечательных наших персонажей из любимейшего фильма «Ирония судьбы». Ошибки учителей, как и врачей, очень дорого обходят сообщество. И чтобы этих ошибок, ну, избежать их вообще невозможно, чтобы этих ошибок было мало и чтобы они не были такими чувствительными, вот для этого мы и работаем. В следующем году конкурс «Самый классный класс» отметит 10-летний юбилей. Все эти годы мероприятие помогает выявлять эффективные модели воспитания и инновационные практики, реализуемые классными руководителями сочинских школ. По итогам же конкурса 2016 года финалистами стали наставники и классы гимназий номер 1, 6, 8, лицея 59, школ 25 и 38. Ну и в итоге самыми классными классами могут похвастаться 25-я школа, 59-й лицея и 1-я гимназия, каждый в своей категории. Все лауреаты помимо дипломов получили денежное вознаграждение, которое они могут потратить на нужды своего класса. Также победители едут в аквапарк и на хоккейный матч. А самому классному классному руководителю, им стала педагог 8-й гимназии Галия Огнева, подарили путевку в Дом отдыха для работников образования, что в Геленджике.